Как всегда, новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами и событиями, которыми пестрит всемирная паутина. Сегодня на территории Гомельской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 14 градусов тепла, ветер северо-западного направления скоростью до 9 метров с порывами до 16 метров в секунду. В выставочном зале центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей начал работать выставочный проект. Называется он «Зона комфорта». Это рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории, а также о том, какие из них актуальны и сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом, как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, чем можно заняться на своем личном островке. А в картинной галерее Гавриила Ващенко открыта выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть как знакомые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и истории создания произведений Великого Ван Гога. На территории Бумельской области стартовала акция под названием «Детский автобус». До конца мая сотрудники госавтоинспекции будут проводить мероприятие, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке детей. В рамках акции усилен контроль соблюдения водителями автобусов правил дорожного движения, а также организована проверка максимального количества автобусов, которые перевозят группы детей. Далее информация из мира животных. Редкие моллюски, которых называют голубыми драконами, впечатлили отдыхающих на пляже в штате Техас. Люди заметили странных существ, которых вынесло после очередной волны. Выяснилось, что это разновидность моллюсков мелкого размера. Редчайшие голубые драконы. Своё название они получили из-за интересной формы и яркого синего окраса. Несмотря на то, что при виде этих существ возникает желание познакомиться с ними поближе, лучше их не трогать. Могут ужалить куда сильнее, чем ядовитые медузы. В парке дикой природы в Германии родились лосята-близнецы. В лосиных семьях такое случается крайне редко. Малыши появились на свет в мае. Клички новым обитателям парка дадут в течение полугода. Лосята будут подрастать и со временем познакомиться с другими соседями по парку. А в нём живут не только дикие звери, например, лани, выдры и лошади Пржевальского, но и содержатся домашние животные редких пород. В частности, это грубошерстные померанские овцы и не менее кучерявые венгерские свиньи. Молодой человек приютил щенка и сделал публикацию в соцсети, чтобы отыскать хозяина для малыша. При этом нашлись люди, которые, увидев фото, порекомендовали парню быть внимательнее с этим питомцем. Итак, началась эта история с того, что заблудившегося щенка нашли на дороге. Его привезли домой, но вскоре история получила неожиданное развитие. Очередным сигналом для того, чтобы насторожиться, стали странные звуки, которые начал издавать малыш. Поэтому парень обратился к специалистам, и они сказали, что этот щенок вовсе не щенок, а двухмесячный детёныш дикой лисы, по всей видимости, ставший сиротой. В итоге лисёнка пришлось передать в местный заповедник, где теперь он живёт вместе с сородичами в лисей деревне. В Вирджинии в природе обнаружили уникальную двуглавую черепаху. Животные передали в руки специалистов, чтобы они позаботились о двухглавом малыше. Те с радостью приняли уникальное животное и сделают всё возможное, чтобы дать ему шанс прожить как можно дольше. Рыбак из Нидерландов сумел сфотографировать загадочное и очень редкое создание. Мужчина отправился на озеро и в самый разгар рыбалки заметил чаек, которые кружили над одним местом, выслеживая добычу. Рыбак подплыл ближе и увидел, что на мелководье выбралось странное и загадочное существо, похожее на угря. Рыбак успел сделать снимок его, он показал специалистам, и те рассказали, что это морская минога. Редкий паразит, который не попадался на глаза людям вот уже более 20 лет. Есть предположение, что существо приплыло из моря с целью размножения. Интересное видео запечатлела фотоловушка в одном из российских национальных парков. В объектив камеры попала семья медведей. Животные пришли к любимому дереву, чтобы почесать спины. И в какой-то момент медвежата заметили фотоловушку и стали ее, так сказать, изучать. В результате этого ракурс камеры изменился, и это открыло новые возможности для специалистов парка. В объектив попал редкий леопард, пятнистые олени, барсуки и даже тигр. В сети появилось видео, на котором домашний кот выполнял команды «Не хуже собаки». За любимую вкусняшку по просьбе хозяйки он выучил команды «Дай лапу и лежать». На самом деле до сих пор нет четкого ответа на вопрос, кто же умнее – кошки или собаки. В одинаковых ситуациях эти животные ведут себя совершенно по-разному, но всегда совершают вполне обдуманные действия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кот понимает, что от него хочет человек. Вот только иногда поражает степень подчинения, учитывая своенравный характер котов. Но чего не сделаешь, чтобы получить любимое лакомство. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрывают через конкретных героев – работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 12 часов 55 минут. Ответить на вопросы здоровья поможет передача «Тело человека». По статистике, большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно сосчитать. Это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 15 часов 35 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это, кстати, первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Проект направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного развития молодежи. Смотрите «Воскресенье» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Добрый вечер, Гомель! Это разговор на актуальные темы, рассказ о событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. В студии пойдет разговор о том, как эпидемия изменила режим работы наших учреждений и где возможно дистанционное обслуживание населения. Также подписывайтесь на наш инстаграм, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Ну и вообще включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25, звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Это был «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, желаю вам хорошего настроения, улыбайтесь и пусть доброе утро сделает добрым весь день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова